МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня утром лоб в лоб столкнулись две легковушки. Один человек погиб. Затянувшиеся работы березняковцы жалуются на неудобство, которое им доставляет ямочный ремонт на дороге Березники-Усолье. Прикоснуться к святыне в Березняковский храм в честь праздника усекновения главы Иоанна Предтечи привезли частицы 35 святых мощей. Это новости на ТНТ в студии Андрей Фадеев. Здравствуйте. Смертельная поездка. Сегодня рано утром неподалеку от коллективного сада номер 66 лоб в лоб столкнулись две легковушки. Водитель одной из них погиб на месте. Репортаж Михаила Якунина. Это солнечное утро не предвещало беды. Водитель автомобиля Лада Калина возвращался в Березники из 4-го рода управления Уралкалия. И возле коллективного сада 66 его поездка закончилась. Навсегда. В 8.05 часов по автодороге Березники, БПК РУ-4 со стороны города Березники, двигался автомобиль ФИАП. Под управлением мужчина 1992 года рождения, который при обгоне транспортного средства другого выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Лада Калина. Удар был такой силы, что обе легковушки превратились в груду искореженного металла. Судя по следам на лобовом стекле, водитель Калины ударился об него головой. Уже через несколько минут на место прибыли спасатели. Скорую поторопить, тяжелый один. Поняла. Несмотря на то, что скорая приехала быстро, водителя Лады спасти не удалось. Его пассажир в тяжелом состоянии доставлен в первую городскую больницу. Водитель ФИАТа не пострадал. Его спасли подушки безопасности. Сейчас его ожидает суд. Михаил Якунин, новости на ТНТ. Риск ДТП велик и на дороге возле содового завода. Березниковцы жалуются на неудобства, которые им доставляет ямочный ремонт на участке дороги Березники-Усолье. Автолюбители считают, что ремонт слишком затянулся. В ситуации разбиралась Евгения Кокшарова. При движении приходится выезжать на полосу встречного движения. То есть на данный момент на встречу едет автобус, приходится притормаживать и маневрировать вокруг этих ям. На этой трассе Роман знает каждую трещинку. Ведь по дороге Березники-Усолье мужчина каждое утро ездит на работу и вечером возвращается домой. В начале августа на улице Новосодовая начали ямочный ремонт. Но знак ремонтной работы и ныне там не исчезли и рубленные ямы. Роману и другим участникам дорожного движения приходится ездить с опаской, постоянно меняя траекторию движения. Не устраивает, значит, вот эти ямы. Ремонт продолжается уже порядка месяца, значит. Ямы вскрыли на дороге, а ничего не происходит. То есть, соответственно, приходится объезжать, выезжать на полосу встречного движения. Тем самым создаются аварийные ситуации. Ремонт на данном участке выполняет муниципальное предприятие «Полигон твердых бытовых отходов». Закончить должны были гораздо раньше, но администрация нашла недоделки. Исправить их в срок подрядчик не смог. На этот ямочный ремонт у полигона есть предписание. До 6 сентября он должен был закончить эти работы. Перерыв в ремонте был связан с тем, что погодные условия не дали им закончить в сжатые сроки. То есть, у нас погода установилась буквально недавно, которая позволяет выполнять ремонт. То есть, прекратился дождь и так далее. Возможно, это совпадение, но на следующий день, после визита нашей съемочной группы, практически все ямы, на которые так долго жаловались автолюбители, все-таки заделали. Приемка этого участка дороги на улице Новосодовая состоится уже через несколько дней. Однако, даже несмотря на ямочный ремонт, состояние трассы Березники-Усолье оставляет желать лучшего. Евгения Кокшерова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Ситуация вокруг ареста Владислава Баумгертнера, гендиректора «Уралкалия», по-прежнему остается напряженной. Генеральный директор предприятия «КамАЗ» Сергей Кагогин заявил, что в свете происходящего с «Уралкалием», пока не планирует ехать в Белоруссию на переговоры по объединению с МАЗом. «Я в Белоруссию ездить не буду», – сказал Кагогин на пресс-конференции в рамках выставки «Комтранс» в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию по объединению с белорусской компанией. «КамАЗ» и «МАЗ» не первый год ведут переговоры об объединении. Госкорпорация «Ростех», ранее «Ростехнологии», выступила с такой инициативой еще зимой 2010 года. Сначала обсуждался обмен акциями предприятий, но белорусские власти отказались от этого варианта. Сейчас обсуждается вариант создания совместного холдинга «Росбелавто» на базе «МАЗа» и «КамАЗа». Посол России в Белоруссии Александр Суриков в июне заявлял, что холдинг «МАЗ-КамАЗ» будет создан к осени текущего года. Но пока, видимо, планам не суждено сбыться. Напомню, в конце августа власти Белоруссии задержали гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера во время его приезда в Минск, а затем объявили в международный розыск основного акционера компании Сулеймана Керимова. Обоим теперь грозит в Белоруссии срок до 10 лет по статье о злоупотреблении властью и служебными полномочиями. Приятное новшество. Березняковское автотранспортное предприятие номер 2 предоставило возможность своим клиентам оплачивать услуги с помощью банковских карт. Подробнее расскажет Сергей Калиник. С 1 сентября удобнее стало пользоваться услугами МУПТП номер 2. Теперь горожанам не обязательно расплачиваться наличными. Автотранспортное предприятие установило терминал. По карточке вы можете помыть или заправить автомобиль на территорию АТП номер 2, приобрести билеты на пригородные, междугородные маршруты, проездные на месяц или даже заказать автобус. Директор предприятия Владимир Немцев говорит, давно планировали установить терминал, ведь время не стоит на месте. Слиг к тому, чтобы как-то выглядеть посовременнее, все-таки 21 век у нас идет, идти ногу со временем. Только для этих целей, для удобства пассажиров. Внедрив систему безналичного расчета, услуги станут не только удобными, но и безопасными, потому что деньги на карте более защищены от рук злоумышленников. Сегодня нам не удалось встретить клиентов, которые бы оценили новшества. Сами сотрудники предприятия говорят, мало кто еще знает о нововведении, но утверждают, работать однозначно теперь станет удобнее. После того, как установили нам терминал, то работать нам стало проще. Не надо возиться с мелочью, да и клиенты довольны. Воспользоваться современными услугами оплаты можно не только на территории МОПТП номер 2, но и в зданиях автовокзала и в торговом центре Европы. Только нужно учитывать, что терминал принимает карты с электронным чипом, а владельцам карт с магнитной полосой придется, как прежде, расплачиваться за услуги наличными. Сергей Коленик, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Житель Березняков Даниил Сафин вернулся домой через полтора года лечения в Германии. Напомню, в октябре 2011 года парня сильно избили. Даниил получил серьезную черепно-мозговую травму, после чего длительное время находился в коме. В клинике в Бонне Даниил провел год, потом еще несколько месяцев в реабилитационном центре, а последние 4,5 месяца в клинике Гутман в Барселоне. Надежда на выздоровление была слабая, однако сейчас парень уже может сидеть, понимать, что ему говорят и улыбаться. По словам врачей, Даниил вполне может встать на ноги. Как сейчас чувствует себя молодой Березняковец и требуется ли Даниилу помощь? Репортаж об этом смотрите завтра в выпуске новостей. Сегодня 11 сентября у православных христиан великий церковный праздник – усекновение главы Иоанна Предтечи. В Березняковский храм, названный в честь этого святого, привезли частицы 35 святых мощей. Прикоснулась к ним и Татьяна Александрова. В храме Иоанна Предтечи праздничная литургия. Именно сегодня в этой святыне царит необыкновенная атмосфера. Здесь чтят святого Иоанна Предтечи, который более 2,5 веков назад трагически ушел из жизни. Иоанн Предтечи как учил, так он и жил. В Святом Евангелии написано, что святого пророка Иоанна заключили в темницу по приказу царя Ирода, так как он обречил царя за то, что он женился на жене своего брата Филиппа Иродиаде. Этим он нарушил закон, данный евреям Богом. Все-таки церковь как и празднует, так и скорбит одновременно. Вот это такой интересный день, когда мы настолько ощущаем ценность в нашей жизни, вот этой верности Богу, какая была Иоанна Предтечи. Святого Иоанна посадили в темницу. Во время дня рождения царя Ирода дочь Иродиады Соломея танцевала перед царем. И ему так понравился танец, что царь пообещал исполнить любое ее желание. По просьбе Иродиады Соломея попросила головы Иоанна на блюде. Так пророк принял мученическую смерть за закон, данный ему Богом. К такому знаменательному празднику церковные служители подготовились основательно. В храм привезли необычную икону, написанную в начале 20 века. В иконе расположен крест, которому около 300 лет. Известно только, что он в 1790 году был замечен у строгановых. В самом кресте размещены частицы от животворящего креста Господня, частицы от гроба Господня, а также 35 частиц святых мощей угодников Божих. Частицы святого Николая Чудотворца, святого Сергея Радонежского, святого великомученика и целителя Пантелеймана, святого Андрея Апостола Первозванного, святого Иоанна Воина и других. Такой великий церковный праздник усекновения главы Иоанна предтечи верующие горожане помнят и чтят. Мы чтим его, мы любим его. Он помогает нам во всех нуждах, во всех бедах. Мы обращаемся к нему. На большие праздники я стараюсь всегда приходить в храм, причащать детей, потому что в нашей жизни только одна надежда на Бога. Главное – здоровье. Вот у меня муж болел и ради Господа Бога молилась, и не стали операцию делать. Вот, сейчас я все хожу. Храм работает ежедневно с 8 утра до 6 вечера. Преклониться к святыне можно будет с сегодняшнего дня и по 24 сентября включительно. Татьяна Александрова, Максим Колчанов, Новости на ТНТ. Мы делаем новости вместе с вами. Если вы хотите пожаловаться на проблему, вы сняли на видео необычное событие или происшествие. Вы знаете то, что будет интересно другим. Поделитесь этой информацией с нами. Автор лучшей новости недели получит вознаграждение 3000 рублей. Мы ждем ваших сообщений по телефону 20 16 20. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды, а я прощаюсь. С вами был Андрей Фадеев. Всего доброго и только хороших новостей. В Березниках 12 сентября переменная облачность осадков не ожидается. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11, днем плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветра не ожидается. Солнечная активность и геомагнитное поле спокойные. Информация предоставлена центром ФОБОС. Вы должны знать. Цена радиатора 210 рублей секция. Технологии климата. Звоните 29 25 99. Адрес нашего магазина Советский проспект 2. Территория Агроснаб. Александровский кирпичный завод предлагает строительный полнотелый кирпич по самым выгодным ценам. Город Александровск. Улица Войкова 28. Телефон 3 24 19. Код города 34 274. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова